Как-то вот так Да мы поняли, да Спасибо большое переводчикам, можно дальше Ну как-то вот Как-то вот так оно будет работать Да здравствует PS1 и эмулятор к нему Homecoming Homecoming мы уже тоже проходили Повторно проходить не буду Очень логучий на самом деле Homecoming Оно не должно, кстати, так рывками воспроизводиться В чем проблема? Знаешь что? Оно, по-моему, работает неадекватно Почему сегодня все так работает, скажи мне Сейчас мы перезапустим, чтобы красиво было Вот это больше похоже на правду Спасибо еще раз переводчикам Вот Чувствуешь разницу, да? Вот это я понимаю Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо огромное Субтитры создавал DimaTorzok 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 Шаги Не, первый фильм неплохой Если в отрыве от игры осмотрит, сам по себе, как фильм Весьма-весьма Но только первый Потому что второй Салент-Хилл, как фильм и вообще произведение, полная дерьмища Первая, там ещё хоть какая-то мысля была и философия София. А вот вторая. Трешнина. Так, мы видим дочь, бежим за ней. Сейчас я кнопку бега только найду. Куда-то сюда она побежала. Вообще, люди в чате, которые играли, смотрели, вы хоть что-нибудь помните? Если вы ничего не помните, поставьте тоже плюс. Ох, эти в гараже, любимые мои. Интересно. Ой, засмотрелась в чат, простите. Нифиг Гарри с собой смартфон носить, понимаешь? Чтоб не засматриваться в него. Ты так засмотришься и все. Берем дак. Так, слушай, ну управление вроде такое, как я... Замечательно. Как я люблю. На эмуляторах. Господи, Иисусе, что это? Когда-то это была собака. Но это не точно. Очень большая собака. Эти знаменитые камеры. Приятно, кстати, что их потом, эти ракурсы, повторили в этих коридорах в фильме. Это было вполне... Акмосферно. Вам по громкости играют как? Может, по громче? Темнеет что-то в лесу. Странно, становится темно. Думаю, это лучше, чем совсем ничего. Действительно. И вот тут вот жопонько сжимается. Первый раз, когда в это играешь, конечно. Просто представь. Тебе семь лет. Шесть. Ты запускаешь эту игру. Ну, как бы... Вот был ты и нет тебя. Понимаешь? Сломанное инвалидное кресло. Что оно здесь делает? Вопрос хороший, конечно. Что это? Что это? Какая-то меня, я слышу. Вопрос хороший, ситуация странная. Непонятные дети бежим. Отлепитесь от меня. Пинай их. Гарри, беги. Спасайся. Маленькие... Маленькие гады с ножами. Он нет, здесь заблокировано. Откуда здесь забор? Я что, в ловушке? Ну, все, гагагаре. Ты умрешь здесь. Они кусают меня за яйца. Что делать? Как быть? Здесь мы и умрем. Спаси меня, кто бы ты ни был. Отъели. Ох. И чудовище на фоне орет. С добрым утром. Че вы пили накануне? А теперь поехали в участок. Поехали. Что случилось? Поехали. Подождите секунду, я просто турист. Я пришла сюда для отдыха. Я просто пришла сюда. Я не знаю, что произошло. Я хочу узнать себя. Угу. Вы видели маленькая девочка? Угу. У меня была семья в месяц. Классная, черная, черная. Моя дочь. Извините. Единственная женщина, которую я видел в этой городе, это ты. Где все? Я тебе скажу, если я знал, вероятно. Но от того, что я могу сказать, что что-то забавно происходит. Это все, что я знаю. Хм. Какой ты назвал? Харри. Харри Масон. Сибилл Беннетт. Я полиция от Брамс, в следующем городе. Телефон и радио тоже. Я вернусь, что я вернусь к реализации. Хм. Продолжение следует... 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 конечно, нужно будет махнуть кнопку бега с кнопкой карты потом и прицельчик куда-нибудь другое место запиндюрить. Так, ну пойдем немножечко побегаем по окрестностям посмотрим где что валяется, потому что туман туманов. Ах, он здесь не разворачивается, да? Сам к врагу. Кстати, подожди минуточку. Это можно вроде как даже настроить. Сейчас бы только вспомнить. Опции, вот опции. Можно мне туда? Ну, кнопки, кстати, не работают, если что. На всякий случай, потому что вдруг вибрация хотя бы работает. Если он внезапно завибрирует, я внезапно закончусь. Слушай, это только в резидентах, что ли, было, что они могли разворачиваться и целиться автоматом, да? Я с резидентом, наверное, путаю. Едите, пипец. Как жить-то мы будем? Какая прелесть. Слушай, я начинаю думать, что до следующего стрима я не выживусь таким управлением. Что-то мне начинает подсказывать, что надо поменять это все немножко пораньше. Не, иди-ка ты. Не-не, я не буду на тебя патрон тратить, Сарин. Ты недостойна моего внимания. Моего внимания. Я знаю, что здесь не открывается, но почему-то все равно тут могло быть. Так, иди, иди. Знаешь, куда? Вот туда и вот и веду. Я буду бегать так долго, как могу. А я, кстати, не могу долго бегать так. Гарри! Гарри, ты же не можешь долго бегать в внезапное откровение. Ты же, ты же, ты же не мощный. Подожди, ты же не можешь. Блин, вот это ровно. Сейчас, давай направо сперва завернем. Хотя нет, хреновая идея, там собака нас может еще встретить. Что ж, это валит ради сидит? Сусидова. Да ты же колебала меня. Кровь похожа немножко на кровавые слюни какие-то. Плохой звук, плохой звук, плохой звук, плохой звук. Вообще зря, зря. Знаешь, нет, очень плохая идея была, я сюда вообще идти. Прям отвратительная. Слушай, подожди. Вот, давай вот туда, по-моему, в фиолетовом здании, куда можно с... Ах, тварь. Туда можно, по-моему, сныкаться, но это не точно. Тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш-тш. Нет, нельзя! Да иди-ки нафиг, а! Ты не убьешь шесть... Ох, когда жажда лута, конечно, превышает. Судоступные... А, это моя кровь. Типа слюни мои. Ладно Не хочу просто в этот переулок Прямо вот так сразу По идее Сейчас больно нам, да? Ой, нам прям больно Вот довела мужика, господи Ладно, максимум сосредоточения Заруливаем в переулок Эх, а когда-то этот туман, прикиньте Если бы ПС-1 Тянуло, я кстати хочу Обратить ваше внимание, что вот эти контейнеры Прямо как из Симса, да, держу в курс Если бы когда-то ПС-1 Тянуло все вот эти графунии Мы бы так и не увидели никогда Мы бы никогда не увидели Такую атмосферу С этим туманом Ох, бедненький Чуть не помер Как он так долго пробежал, честно говоря, я вообще не представляю Вообще, он как-то очень долго бежал Он обычно, мне кажется, как-то раньше Вставал уже спустя 2 секунды просто Так, на это он больше не реагирует Тренирование Ну, кстати, нет Не настолько, что прям так много бегать, если честно Я помню, что он довольно быстро Выдыхался, может потому что я делала все-таки Какие-то передышечки, ему этого хватало Но, видимо, он понимает В каком состоянии стример находится Он, блин, она меня не спасет Лучше я сам Просто знаешь Я манал просто Потому что мы 2 аптечки на ровном месте просто профукали Так, где что-то лежит В школу Ничего, сам не альбом Шерил? Да ты что? Школа Потрясающая локация Кто когда-нибудь играл? Хотя Не такая потрясающая Здесь одна локация, хорошо, другая Если так подумать Но школа Это, конечно Да Обложка альбома Этот рисунок Это я Глаза в разные стороны Улыбка психически ненормального Хорошая Знаешь, рекомендация такая от ребенка Это первый рисунок в альбоме Я подарила его на день рождения Когда ей исполнилось 5 лет В 5 лет Обычно дети рисуют Немножко лучше Остальная трава Берем Так И Господи, все кнопки перепутаны И помню их не так Так Давай Мы возьмем все-таки А Здесь же только что-то одно Ты можешь Да Господи Ты же всемогущий Ладно Пока что мы походим с трубой Потому что Пистолет Это Не особенный случай Боже Слушай С вышечкой Все-таки Тяжело жить А я Мне так нравится Его поза Вот эта Гольфист Оп А вот она так Хааа Ну только Вбок Если еще Вообще Замечательно будет Слушай, а какая-нибудь Ну да Хрен там плавал Жаль Очень жаль Конечно Что нельзя Поменять управление Не закрывая игру Ну Эмулятор Целиком Ну ладно Может на перерывчике Это сделаем Хотя бы Не знаю Хоть куда-нибудь Потому что у меня Зетка по-моему Вот на Зет У меня раньше По-моему стояло Как раз таки Прицел Вот надо Махнуть их местами Потому что Сейчас бы я безымянным Пальчиком Назала Зет А средним пальчиком Нажала бы Х И я Отмудухла бы этих псин Понимаешь А быстренько сообразить Что тебе нужно Средним пальцем Дотянуться до Вшечки А указательно Переложить на Х Так вот Острою как удобно Мне нужно закрыть Полностью эмулятор Я не хочу Этого сейчас делать Ой Не, можно сдриснуть Конечно Слушай Блин Да И бег С с Дшечкой Поменять не стану Да Вот тоже было бы неплохо Ой Я просто примерно По памяти настроила Как у меня обычно Просто Когда Дело касается эмулятора В стареньких играх Управление Более-менее Одинаковое То есть его там Не сильно меняешь Носителя кнопок Но все-таки Меняешь И вот тут не получилось Прям нащупать К сожалению Так Очень бесишь меня Здесь Нужно обязательно Какие-нибудь комнатки Пролутать Прежде чем идти В школу Здесь было Какое-то отдельное здание То ли я до него Не добежала Вот там фиолетово Наверху То ли что Ну какая-то Прям такая Отдельная кафешка Можно как-то Приблизить Вот кто поймет Что это такое Может в соседней Этой было Попробовать Прощемить Конечно можно Вот по улице Матессона Я скорее всего Не добегу Я не помню Вот это К сожалению Вот эти все Обходные пути Можно конечно Попробовать Ой А здесь псина По-моему Будет Ну в смысле Будка Которая мне нужна Как раз И дом Кстати Один из Должен открываться Ну это Не обязательно здесь Ну какой-то Какие-то такие Вот Визуалы Так можно Мне вперед Пожалуйста Смотреть Спасибо Ать 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 Что ж ты раздражаешь Меня Ну отдохни Я все очень хорошо вижу Зубиту Не вставай Подлюг Я даже патрона На тебя тратить Не буду И резко стало Хорошо И резко стало Замечательно Так Вот он Матессон Да Давай посмотрим Пробежим Или мы здесь Как-то По культурному Или нет Я нашла Кстати комбинацию Как положить руки Короче Средний палец На Вшечке Указательный На Дшечке А большой На Х Прикинь Да Страшная комбинация Я непобедима С такой комбинацией Почти Видишь Я могу Победить Каждого С такой комбинацией Стой Стой Водлюг Что с ней Что с ней Не так Она по-моему Тоже воюет С управлением Да стой Ты Господи Ты Куда Ты Идешь Ты Нет Господи Гарри Снова В городе Господи Есть Есть тут Что Отмучилась Если Первый Босс Упадет Так же Я Буду Счастлива Есть у меня Сомнения На этот счет Да Хреново Конечно Когда не помнишь В какую сторону Бежать Чтобы Полутать Всякое Не Вернее Как Я примерно Помню Сторон Но Видишь Тут С этими Дверьми Проблематично Еще Иногда Просто Здесь Всякое Валяется Не Надо Ланг Пришел Селент Не Надо Бежать Меня Мне и так Грустно Мне и так Я последний месяц И так Мучаюсь Выживаю Просто Фактически Так А это Куда Я знаю Что Естественно Не в школу Но просто Сам факт Вот хочу Вниз Попробовать Пройти Ну давай Подлетай Чувствую Мы сдохнем Раньше Чем Мы доверемся Куда-нибудь Да Как ты Пусть Удеваешь Что раньше Делают Это Че Конечно В них Лучше Стрелять По-хорошему Че То Че То Мне Это Не Нравится Ладно Черт С ней Как-то Она Бьет Меня Раньше Чем Я ее Хотя Я Замахиваться Уже Даже Стараюсь Раньше Не Работает Хотя Убираем Очень удобно Вот не тут ли Кстати Собачья Будка Будет Есть ощущение Что здесь Ну давай Конечно же По-культурному Попробуем А может быть И нет Ты знаешь Ну ладно Так уж А быть Собачка Где-то Сейчас Это мы где Относительно Где мы Сейчас заодно Пробежим Туда Куда Я Не Бегала До этого Посмотрим Не Сомневалась Дэви Ни Мгновение Петляй Гарри Представь Что-то Ловис Ловис Нить Давай Ну Вот По-моему На самом Верху Карта Была Какая-то Забегала Включ Что-то Такое Правда Около нее Должна Камера А вот И псина Кстати Вот Они Псины Слушай А где Будка Я Извиняюсь Подожди Минуточку Секундочку Не Здесь Просто Псина Окей Ох уж Эти одинаковые Конечно Ты пытаешься Вспомнить То что Ааа Была Будка Там Где Были Поломаны Те самые Почтовые Ящики Они Веди Сэрок Поломаны Потому что Текстура Одна На всех И как Ты будешь Делать Что-то А там Что? Вот это Место Господь Вот это Мне и Нужно Здравствуйте Вот Вот его Я искала Я же помню Что наверху Аллилуйя Спустя 800 лет Мы нашли тебя Мы потратили Лечилки Одни Чтоб найти Другие Потрясающе Ну ладно Зато тут есть Аптечка Классика Жанра Слушай Просрать одно Чтобы получить Другое Так А тут Вроде Больше Ничего Не было Прям вот А вот С той стороны О нет Нормально Ну В ноль Ушли Нормально Даже Даже хорошо Получилось Потому что У нас теперь Все те же Три лечилки Но еще и Сверху Аптечка Было бы Конечно Больше Непросто Все На этих Птицах Проклятых Ну ладно На этих Птиродактилях Но Без лишений Ничего не бывает Петелок 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 На тело Каланкина Практически Практически попал Практически попал В сохранение Одиннадцатый месяц Спасибо большое Еще месяцок И будет год Офигенная Классная Кружка Без кофе Без кофе И вот это Вот это Все Спасибо Тебе Огромное С возвращенец Великом Великом Обратно Так На ухе Вам помочь? Не хочу на них тратить патроны Буду мудохнуть Как хорошо, что это не та часть Блин, она еще живая Уже нет Как хорошо, что это не та часть Сайлент Хилла Где убийства влияют На концовку Слава богам Так Ну пойдем посмотрим Что там Тут, конечно, уже не надо Но мы сходим В третьей части Убийства влияют На концовку Если ты много Убиваешь Гага тебе Но не при первом Прохождении Вроде как При первом Это вроде нельзя Открыть Слава тоже богам Что, конечно Говорит, не в пользу Хомкоминга Потому что даже Концовку С инопланетянами Там можно получить Просто Сделав парочку Неправильных Так сказать Выборов А сделать их Ну, честно говоря Довольно легко Что довольно Наркоманские За это ругали В свое время Хомкоминг На самом деле Там есть за что играть Но в целом Он не так ужасен Как мог бы быть Ну, точнее Не так ужасен Как его молюют Там есть ряд Приятных моментов Оптимизация Не входит В их число Так Это вот этот наш Стоп Показалось Показалось Эх, обида Так, давай Отдохнем Пока за нами Никто не летит Не бежит Каждый раз Когда вижу эти машины Кажется, что сейчас Из них Из-под них Вернее Какая-нибудь собака Выползет Как во втором Сайленте Чатик Скажи мне Вот что Какая твоя Любимая часть Сайлента Ну, очевидно Что наверняка У очень многих Вторая Потому что Она объективно Лучше Я Но вдруг Вдруг у вас Какое-то свое Видение Этой ситуации А где же псины-то были А? Может они ниже? Вторая часть Но я играла Только в нее Так, ну, кстати У нас же есть Новоприбывший Еще раз Чатик Давай Кто никогда не смотрел Не играл В первый сайленд Либо когда-то смотрел Но уже ничего не помнит Включая концовку Ставьте Плюс В чат Пожалуйста Вот она Вот она Падла Это не та кнопка была Вот это мне нужно Стоп-стоп-стоп Смахивает на собачью Кунуруна И не совсем уверен Собаки здесь нет Это классический На самом деле Момент Когда Нет собаки И вот Ну, как бы Я не уверен Собачий ли это Кунура Я заразил Смутное сомнение Что это может быть Не она Собаки-то рядом Нет Она тебе уже Пятку левую Отгрызает Че, плюсю Ну, кто не играл Не смотрел Ну, вот Что Мне с тобой Делать По-моему Будет дверь Я вот что Вспоминала Кунуру Мне казалось Там либо ключ В этой кунуре Либо Что-то рядом С этой кунурой Возможно Дверь К которой Подойдет Ключ Который Мы потом Найдем Спойлеры Да Он, кстати Да Может с края Этого всего Добра упасть Забавно Это где было Подожди Ага На улице Левина Почти что Улица Ленина Ну, таки нет Надо Сфиксироваться Будет здесь Потом Как-то Так, ну Направо нам Скорее всего И надо будет Давай посмотрим Ну, что тут Тоже ничего Хорошее Да А причем Кстати Это Тихо Это не точно Но такое ощущение Что ключ Вообще Он же Псюжит И будет Да Вот, блин О, бумажка Конура Улица Левина Так я в курсе, да Конура Улица Левина Здорово Ты мне лучше скажи Где ключ Так Мы можем прощемить Вперед Но это Бессмысленно Может грохнуть Собаку Чтобы спокойнее было Про конуру-то я помню А вот ключ Это двери Так Подыши немножко Это переулок, да? Угу Ну это другой переулок Кстати Может сейчас ниже немножко Да Тут псина, да? Идите Когда-нибудь Я научусь Не отжимать кнопку Ух, камон Сейчас сожрут Да что к тебе говори Наконец-то он попал Это не сильно помогает Ну все Выберем Не было Гарри Никогда Вообще Забудьте В итоге Нас убила Псина А не крылатая тварь Так Я где? Я тут Хорошо Ладно Давай еще раз Повторение Мать учения Не пойдем Наверное К этим краям Когда-нибудь Надо все-таки Переставить От управления Давай может Возьмем Блин На собак Пульки А с другой стороны А что поделаешь Видишь Что они делают Противные какие По-моему Даже летучих Было проще убивать Раньше Как-то фигачило Их палками Этими Отвыкло Совсем Вот так вот Вот так Все это и происходит Ну давай А ты мог бы И не промахиваться Гарри Там вторая идет Сколько вас тут Что Ты себе позволай Ухитеть Потому что Третий кусь Я Я Это Все Да убей Ты ее Я жива Ничего себе Ну а птичку Получил по щам Получи Аптичку Гетфорд Дарова Дарова Слушай Ну в целом Сейчас мы ее и сожрем Эту аптечку Смотри какой устал Бедняженька Просто никак не надышится Я его замучила Мне кажется У него это отдышка До конца жизни Отныне Ну а что ты думал Гарри Хотя кстати Возможно Плохо дышит Потому что он болеет Видишь как ему плохо Да кстати Именно поэтому Ну вот мы ее и съели Чего уходили Непонятно Но с другой стороны У нас до этого Не полное хп было Так что мы В какой-то степени Даже выиграли От этого всего Если не считать потраченных Патронов Но хочешь получить Не забудьте Потратить Хорошо Ладно Ну там мы уже были Ну пойдем Поковыряемся В конуре Давай единственное Что вернем трубу На родину Как он ножом Кстати махает Машет Ой да ладно Не притворяйся Ух ты Господи Ничего себе Ух ты Какой дед Ты смотри Ты смотри Какой опасный Мужчина Не давай Все таки трубу Труба Одна из самых лучших Вообще вещей В третьем Сайлентхиле Во втором Как-то ее не так хорошо Чувствуешь Вот в третьем Труба и катана Лучшие две вещи Вообще За всю игру Которые тебе попадаются Не считая аптечка Ампул Как и грится Бьест Овзи бьест Но мне почему-то Труба нравилась больше Катана была конечно прикольная Она смотрелась странновато А вот труба Прямо Аутентичненько Знаешь Ты такой весь Помятый Кривой и косой Выживаешь как можешь И труба такая Ржавая Старая Но тяжелая И собачьи мозги Которые Растекаются По этой трубе Вот так вот Должно было быть Понимаешь Понимаешь Гарри Самурачела Так долго Почему так скромно-то Как неродной Псина Вторая Весели Давай Иди сюда Тянут Куда ловить буду Вот так Это должно Происходить Понимаешь Вот Вот так Мастер Мастер Скирл Скирл Возвращается Так Ну-ка Нура Чего Да Чего Ничего Особенного Это Чего Тебя Не устраивает Господи Когда ничего Не помнишь Это проблема Ну вот Изначально Живодер Живодерство Нормально Так Ладно Дверь На мне Откроется Нужна Нужен Ключ Чтоб я Помнила Где его Подбирать Вообще Я кстати Не удивлюсь Если он В одном Из Переулков Как Кстати А не Не так ли Это Как раз Так Он Не в одном Из Переулков Валяется Ключ То Этот Кстати А вот Да Вот Этот Длинный Переулок Может быть Там Здесь Еще Пупырка Давай Как-то Туда Сбегаем Пойдем Ко Пойдем Ко Посмотрим Ой Ну вот Вас Только Не хватало Ох уж Эти Переулки В начале Игры Конечно Бежим Гарри Так Сейчас Давай Это Где Маленькие Псины Были Пойдем Те Да Слушай По-моему Вот В том Длинном Сквозном Как Раз Таки Что-то Есть Короче Нужно Бежать Вперед Очень Очень Далеко Прям Практически До Упора Гарри К тому Времени Подохнет Я думаю Потому что Сердечко Его не Выдержит Хочу Кстати Отметить Что Очередной Писатель За которого Мы играем Ничего Не хочу Сказать Конечно Почему Писатели В играх Всегда Такие Хорошенькие Хорошенькие Шо Алан Шо Гарри В Волхимилу Я играла Да Мне она Очень Нравилась Вплоть до Того Момента Пока Я не Наткнулась На то Что В этой Игре Очень Слитый Финал Мне Очень Нравилось А потом Случился Финал У этой Игры Он Был Отвратительно Слитым Куском Говна Такое Ощение Что Разрабы Им Просто Надоело Делать Игру Они такие Ой Сделаем Короче Вот эту Сцену И Типа Все Знаешь Без Каких Либо Ответов Просто Как будто Срезанный Кусок Куска Что-то Было Разочарование Дичайшее Так Куда ты побежала Куда ты побежала Не-не-не-не Нет Ты не Уйдешь Ты От меня Не Уйдешь Оставь Надежду Они там Боевую систему Обещали Я не помню Что они там Обещали Я не знаю Даже я бы Так сказала Но вот То Что там Был Максимально Слитый Там был Офигенный Сюжет Интересный Любопутный Ну как Сюжет В духе Сайлент Хилла Типичного Такого Знаешь Но было Интересно Локации Были прикольные Загадки Вроде тоже Неплохие Насколько я Помню Атмосфера Вообще Огнищий Там было Жутко Но финал Он просто Перечеркнул И Все Просто Для меня Просто Чтобы Если кому-то Не хочется Внезапно Услышать Спойлеры Просто представьте Что вы играете И играете Главный Герой Понимает Что он Как бы Мудак По сюжету После этого Заходит В какую-то Тупиковую Локацию Садится В машину Нажимает Кнопку И типа Тонет В воде Но при этом Как бы Такое ощущение Что должна была быть На этой локации Какая-то Загадка А ее Решили не вводить И типа Это был финал Представили Да Вот так все И было Просто Не из хера Он просто Зашел В какую-то Тупиковую Локацию Страшную Квадратную Которую Как будто Вы слепили На коленке За два часа И типа Здравствуйте Вот наш Финал Получите Распишитесь Потрясающие Конечно Эмоции Вызывало Это все В свое время Невероятные О да А вот и собака Которую якобы Не было в будке На самом деле Вот она А вот и ключ И даже Лечебная Настойка Что за игра Про машину И комнату Silent Hill Alchemilla Инди Игрушка По мотивам Ну соответственно Silent Hill От каких-то Ребят Была неплохая В свое время Но финал там был Обрезан Просто обрезал Игру Ничего в себе Не нес И был Куском говна Это печально Был Silent Hill Где ГГ Дальнобойщик Да Это был Этот Origins И Вопреки Расхожему мнению Что Origins Говно Мне эта игрушка Очень понравилась Мне понравилась И атмосфера И сюжет И как бы Нормально там Все было Я не знаю Мне понравилось Очень Стоит играть Silent Hill 4 The Room Который Я думаю Стоит Надо только Понять В какой-то момент Что Ну смириться Если вдруг Тебе такое не нравится Что там Будет бэктрекинг В какой-то момент А так Сюжет там Довольно занятный Такой В какой-то степени Наверное Даже более Японский Чем В первых Ой Локация Господи В первых Silent Hill Одинственное Что конечно Там к боевке Надо привыкнуть Но самое по себе Там Игрушка Неплохая В алхимире Это сюжетно Обоснованно было Да нихера Это не было Сюжетно Обоснованно Это было Это было Отвратительно Подано Отвратительно Сделано И абсолютно В неподходящий Момент И сам по себе Финал То как он Был сделан С этой машиной Дебильный Когда ты Понимаешь Что это Когда ты Полчаса Долбишься С этой машиной Ты думаешь Что тебе дают Какую-то загадку И думаешь Что у тебя Просто бак А оказывается Что это как будто Быть типа финал игры Это кто так делает Вообще Наркомания С призраками Ну там Призраки Довольно Любопытная Механика Так Отвалите Пожалуйста Так Где там Моя будка была Дальше что ли Блин Сейчас подышим Немного Что там Обещали Я опять же Не знаю Что они там Обещали Мне это не сильно Волнует Я Опираюсь на то Что я вижу В принципе Просто И нравится мне Это или нет В принципе Когда я играла Первый раз Мне Silent Hill 4 Понравился Меня жутко Выбесил Бэктрекинг То что Какие-то локации В какой-то момент Тебе придется Пройти второй раз Когда мы играли Пару лет назад На твиче В эту игру Меня это уже Не так смутило Возможно потому что Я уже знала Во-первых об этом Куда я лезу Во-вторых Может быть потому что Я была Знала и была Морально к этому готова А может быть просто потому что Как бы Для меня это уже было Не так критично Хотя мне кажется Все таки Больше сыграло то что Я уже знала Об этом и была К этому готова Потому что если бы я пришла Ну играла первый раз И пришла вот На эти все локации Во второй раз Это бы у меня полохнуло Немножко Не люблю такое Зачастую не люблю такое В играх Мало в каких играх Я такое люблю Или готова принять Знаешь Блин Собаки возродились Синесутывая Будка-то была в начале Да? Нет Господи Где Будка-то? Может она была На той стороне дороги? Мне казалось С этой стороны Летить На улице Левина Неужели с той стороны? Она же вроде Открывала Мне казалось С той Альё Что? Неужели с этой стороны Была Серьезно? Сейчас я проору Конечно Нет Я не понял Где Будка? Альё Мне сперва показалось Что стой Вот с левой Но я что-то Ее не нащупала Закатку Я так и не понял Нет А я решила Нормально Все понятно Там На самом деле Так Подожди Найти Как говорится И потерять Ах ты же Мразка Улица Левина Где моя Будка? Что Ее съели Что ли? Верните Будку Вот она Господи Я до нее не добежала Что в прошлый раз В тумане Выйдет Крапочка Я же помню Что левая сторона Закрыта Открывай Нет Не здесь значит Да А мне что-то казалось А почему? Ой как интересно Хорошо Ладно Другой вопрос Где Дверь от этого Ключа Дровосека Хм Вот Начало Вот игры К сожалению Не помню Ащпи Может на улице Блок Так Блин Нифига Не видно конечно Очень тяжело Рука Управление мостом Это ладно Может быть Какая-то Из этих Жюльтых Жюльтых Помещений Это Это не точно А может быть Кстати фиолетовая наверху Фигня Теперь то уж Вряд ли конечно Ой Там же есть еще место Типа баскетбольной площадки Вот там вот ключ Я и подобрала Да Единственное что Там же не было Еще какой-то Двери Прям там Прям рядом Да Или была Потому что Я плохо помню Я увидела ключ Взяла и ушла Знаю что У многих Отбивало Желание Играть в эту игру Вот из-за Из-за такого Начала Такого Знаешь Задумчивого Потому что Ты что-то бегаешь Что-то тыкаешься С другой стороны Да ты Куда ты лезешь Заперто Видишь Нарисовано А как он Что Как ты промахнулся Ты хочешь сказать Что я сейчас Здесь без ключа Да Нет С ключом Слава богу Так Ну ладно Хорошо Где Где что-нибудь Может быть В школу Я не могу Туда попасть В будке Ничего нет Нет В том-то и дело Мне тоже казалось Что в будке Что-то есть Но нет Он мне ничего Не говорит Ничего необычного Здесь будка Наводит на дверь Она здесь заперта Я думала Что ключ ее откроет Но что-то Как-то не случилось Видишь Значит Где-то Еще существует Еще одна дверь О которой я не помню С почином Да это уже не первая смерть Вторая И вот беда Вспомнить бы Где эта дверь Вспомнить я естественно Не вспомню Я могу чисто Примерно Представить Где она может быть Потому что Есть участки на карте Вообще Неплохо бы конечно Ее последовательно изучать Тыкаться во все двери Но видишь Монстры чаще всего мешают И ты От них Наяриваешь Пойдем Сейчас еще раз Попробуем Верхотуру проверить Я помню Что здесь нужно Грубо говоря Икс такой Прочертить По карте То есть Сперва ты В каком-то Одном переволоке Что-то подбираешь Потом ты бежишь В другой переволок Там что-то открываешь И вот Примерно Дважды Так надо сделать Условно Так Здесь ничего Тихо-тихо Дровосек Здесь по-моему Кстати можно Свою машину найти Возможно Даже вот не туда Сейчас я бежим Да Вот она Моя машина Разбита в смятку Вряд ли она заведется Где Шерил Ради бога Пусть с ней Все будет хорошо И вечерняя настоечка Сейчас мы ее и сожрем Ребята Ну хамман Я думаю Самое время лечиться Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля О-о-о Ей Плохо Плохо все Очень плохо Беги, Гарри. Беги, как ты никогда не бежал. Давай налево сходим, посмотрим, что там. А, ну вот, кстати, тот самый магазин. Где мы уже были. Давай зайдем, передохнем. Не, не будет вот этого. Можно даже сохраниться, кстати, еще разок. Мы, конечно, автосейвуем вот этими маленькими. Во имя сокращения времени Сухруняемся, но мало ли Когда пригодится Так, ну хорошо, смотри, где мы? Где мы, а где завтра? Можно попробовать с обратной стороны Улицы Элрея пробежать Вот там, по правой стороне И еще двери через дорогу вниз пощупать Потому что я уже не помню Насколько там вообще они доступны Двери эти Давай вспоминать, давай щупать Метрополь не открывается Хин с возвращением Или с приходом Полноценным Так, что-то тут не очень, да? Тут, похоже, тоже не очень Что тут? Ну... Вряд ли Вот эти дверки, естественно, нет Единственное, что вот Первый сайлент Какие тут двери Открываются, какие нет С одной стороны, вроде как бы и понятно А с другой стороны Ну, типа, нет Не совсем Не так все очевидно, как хотелось бы Давай в обратную сторону побежим вдоль двери Что-то далеко бежим, слушай Край, край мне нужен уже Край этой жизни Спасибо Вообще, по-моему, кстати Должны намекать В какую сторону нам идти Бумажки На вот этих обрывах Одно мы находили Она нам сказала про будку То есть, грубо говоря Сказала, куда Вставлять ключ, фактически А вот, блин, где Точнее, один из ключей А вот куда вставлять другой ключ Тут хорошая информация была Так, это что за перевод? Кстати, еще один Ну, а я, первое, тебя Так, нет, иди ты Куда? Нет, здесь вообще ничего Не сегодня А на ключе номера нет? Это ключ дровосека Это должно мне что-то сказать Но я не находила ничего Что говорила бы О том Где тут обитают дровосеки Или где тут что есть Для дровосека Мы ничего такого не видели А я не помню, к сожалению Мы умрем В этом городе В поисках этого места Которое нам нужно Так, Гарри и покинул этот мир Просто Не найдя выхода Не найдя нужную дверь Мы находили бумажку О будке до смерти Или после? Вообще До Возможно Пока он не найдет Эту бумажку Он не сможет заглянуть В саму будку Вот единственный момент Потому что Если в этом прикол Так, конечно Придется еще раз Пробежаться За этой бумагой Так, а что за дверь такая была? Она не откроется, конечно Так, ну это магазик Ну побежали тогда Еще раз за бумажкой Не знаю Ну Будет немножечко странненько Если прям обязательно Нужно увидеть эту бумажку Чтобы он заглянул в будку Ну как странненько По олдскульному Скажем так Слишком По олдскульному Ну побежали Побежали за бумагой тогда Оль, не шутишь Гарри, давай По-моему Это была крайняя левая Обрывина Вот сейчас вниз побежать А потом налево По-моему Это было там Слушай Ну давай Отдохни Все Выбежали Лучше как до конца ждать Потому что никогда не знаешь Когда тебе нужно будет щемить Но вообще надо отметить Он довольно бодро бежит Это тебе не какой-нибудь Вот эта бубочка Это тебе не какой-нибудь там Джеймс Сандерленд Хотя Джеймс тоже неплохо бегал Чего я на него гоню-то Ну давай Вот бумажка Давай Конура Ну Давай Порадуй меня Слушай, мы по-моему Уже, кстати, подбирали Эту бумажку И тыкались В эту конуру Он то же самое говорил Нет? Типа я ничего не знаю А, нет Нет, видимо не тыкались Все-таки Вот я же Бляха Я же говорю В конуре должно быть что-то Ну кто же знал Что только после бумажки Это ж нам не повезло Помереть Столько наяривали Но ключ дровосека нашли Я правда хаза Куда его вставлять? Будет обидно, кстати, если Ну-ка Ну нет, кстати Если бы это ключ дровосека Было отсюда Может, знаешь К какому-нибудь Костюмированному Нет, нет Это не так Это не так работает А от чего же этот ключ-то, слушай Дровосека Потому что я вообще не помню Какой ключ От чего? Я помню, как решаются Некоторые загадки Ну, то есть принцип На этом все Последователь Ну, сюжет, помню Последовательности В котором куда бежать В какую комнату Тебя вообще забей Тихо-тихо-тихо Дай я Ну, в целом В целом неплохо Я не удивлюсь Если где-то в городе Знаешь Была какая-нибудь Маленькая дверка О которой я либо не знаю Либо не помню К которой этот ключ Был бы подошел Ну, я правда не помню Вообще по нуля А искать можно До потери сознания Мы так час пробегали Причем Много Много лишних забегов делали Из-за того, что Померли На этой карте Что-то написано А, ну вот, кстати, ключ А, ну вот, мы уже подобрали его А, ну все, замечательно Все, забей Нормально На этой карте На стене что-то написано Ключик за отменю Ну вот, обведена Одна улица Вот эта вот Мы, кстати, туда так и не добежали По-моему, в итоге И Этот самый Переулок Вот этот длинный Мы там ключ-дровосек Как раз И подубрали Ну ладно Один из двух А Один из трех Ну пойдем Мы еще не закончили Как оказалось Так, подожди тогда Если ключ-дровосека Был вот в этой кишке А второе Введено Вот там, где Икс Мы, кстати, там были А как бы А третий-то Как откроется Ну, как бы Мое дело простое Не путать кнопки Мое дело Ну, пойдем еще раз Пойдем Может, теперь Нам сказали Что там что-то есть И он увидит что-то Было бы весьма неплохо Душновато, конечно Ну, что поделать Старые игры Они такие Бежим Бежим дальше Слушай А вот там вот стрелочка На обрыв Там, где как раз Наша машина Может, там еще одна машина была Я просто могу Этот момент путать Со вторым Сайлент-хилом Потому что там Что-то какой-то Очень похожий момент Такой был Там была По-моему, это был Третий Сайлент-хил Там была машина на обрыве И в ней что-то Можно было полутать Либо ты был первый Потому что Вот тут хз Очень сложно помнить Такие вещи Так, ну это опять Дурной переулок Ты отдохнул? Ты отдохнул все Ты точно отдохнул? Я прям вижу По твоему затылку Что ты отдохнул Так, ну давай Где ты тут? Ах ты ж Какая Ну и где? Вообще Опять же Я могу Нет, я не путаю Причем, кстати Когда я тут была Первый раз У меня была мысль То, что По-моему, был Какой-то очень похожий Обрыв Там нужно было Пройти по доскам И там будет Какой-то ключ Но я не заметила Прикинь Я почему-то подумала Я не заметила Я подумала, что Нет, наверное Это все-таки не здесь было А это было здесь Да, хватит Прикинь, как оно Незаметно Может быть Так, ну и предположим Что там, где стрелка Там тоже что-то было Пойдем еще разок Офигеть, конечно Сейчас было бы Немножко попроще Если бы я в прошлый раз Увидела Убедая Нуля-ля Можно так До скончания века Сказала она Открывая случайную дверь Найденным ключом Да нет Не случайно Найденный ключ Найден был Ну, первый ключ Просто потому, что Я помнила, что А, ну да-да И машина на обрыве Идите Почему я вот сразу Не вспоминаю об этом Когда я тут ходила А, вот Ой, господи Все еще проще Причем На обрыве Подумала о том Что Ммм Знакомый обрыв А не вот это Вот это Но не проверила И сюда до края Не добежала Потому что Здесь что-то звенело И Ну, типа Понимаешь Мы были вот наверху Вот там Где фиолетово Мы бегали Но до моста Не добегали Ооо Главное правило Первого В особенности Дио просто Не выдерживает Накала страстей Спасибо большое Спасибо за поддержку Спасибо за 150 Миллилитров Валерьянки Да Первое правило Первого Сайлент Хилла Тыкаться Сперва Во все Тупики Потом уже По пути В переулке Потому что Иначе Можно вот Потратить Много времени В пустую Не повторяйте Моих ошибок Вот так Пройдешь Раз в Пятьсоте лет Понимаешь В игру И ничего Просто не найдешь Ну ладно Наконец-то Мы двигаемся Вперед Спустя час Я по-моему Кстати При первом Прохождении Ну как При первом Я не помню Даже было ли оно первое Слушайте Кто смотрел Прохождение Первого Сайлент Хилла На ютубе Это было мое Первое прохождение Этой игры Или нет По-моему Да Потому что Я помню Что я там Парилась С загадками Причем Какие-то такие Знаешь Самые сложные Вроде как Решила сама А факапнула Ну затупила Просто на самый Какой-то легчайший Просто потому что Формулировку Как-то не очень Раскурила С прошедшей Пасхой Ну я не праздную Но С праздником Да Спасибо Да я в этом Тумане И погайду Ничего не нашла Да нашла бы ты Все Господи Другое дело Что видишь Вот в таких играх Ну лично меня всегда Если я что-то помню А чего-то не помню При этом параллельно Что 99% Что так и будет Я начинаю идти По тем местам Которые я помню И забиваю На те места Которые я не помню Просто Да нет Там вроде Ничего не было Угу И не дохожу До каких-то тупичков Где скорее всего Что-то и было И вот получается Вот как 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 вот Как получается Это меня подводит Каждый раз На одни и те же грабли Все отдохну Ну пойдем Можно было Еще раз Сохраниться Для верности Ничего Мы конечно Еще побегаем Внутри школы Там тоже Своеобразно Все Ключ льва Давай И Все И еще какой-то ключ Теперь открыто Чудовище На заднем фоне Плане На заднем фоне Начинает орать А тем временем Что это Снова наступает Тьма Что происходит У тебя все это время Был фонарик И ты молчал Не мы Мы его подобрали Если что В самом начале Так Откармливают нас Давай сразу Кстати Полечимся Ой Извините А Эта кнопка Что еще и фонарик Выключает Хорошо Чудесно Не хочу А придется Ну пойдем Не фонарик Не фонарик Мы подобрали Когда мы Ну в той же Кафешке Где мы проснулись Когда нам Пестик выдали Не фонарик Не фонарик Не фонарик Какая-то звука Тотрастительная Просто Нам вообще в другую сторону Мы пойдем в эту А может там и в эту Ты знаешь Что-то Я вообще Не доверяю Уже себе А карта Что-нибудь Пишет нам А нет Ты знаешь Возможно Нам и в эту Сторон Короче Все Оставь Все Все Что ты знаешь Об этой игре Севен Ты не знаешь О ней Ничего Проходи Как в первый раз Наслаждайся Удобно Кстати Ну-ка Ну-ка Расскажи нам Ты играла Смотрела Первый Сайлент Хилл Или ты Из числа Неведающих Ты потеряла Меня Мне тут нет Поддышим Давай немножко Что-то Как-то Совсем Не страшно Я посмотрю На тебя В те времена Когда эта игра Только вышла Когда тебе Тебе Молоко Еще на губах Не обсохло И ты приходишь В эту игру Это во-первых А во-вторых Когда играешь В Сайлент Хилл Первый раз Именно играешь И смотришь На стримце Это совершенно Другие эмоции Хочу отметить Плюс Сейчас уже К харардцам Более-менее Привыкли Хотя Первый Сайлент Хилл Когда проходишь В первый раз Он все еще Напрягает О, господи Нам еще бежать И бежать Слушай Можно попробовать Завернуть Вот в этот На эту дорожку Может там что-то Валяется Интересно Вряд ли Псины тут валяются Сюльтуры Ах, Гарри 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 Что ж ты делаешь Гарри Не надо Так, ну вроде Ничего вкусного Не лежит Бежим Бежим дальше Как хорошо Что Гарри Умеет бегать Алан У тебя есть У кого учиться Знаешь Так, ну почти Почти Еще пять километров И мы уцели Просто ворвался С ноги Практически Начало первого резика Бежим От собак В особняк Ну что ж Первый круг Ада Начинается Поздравьте Себя И меня Всех Нас Школа Мать ее Спасибо, что Карту дают Сразу Поздравьте Поздравьте Ну что ж, давай изучать. Время тыкаться в двери. Священные прекрасные двери. Открылась, там кто-то ходит. До свидания. Здесь, кстати, лучше взять пистолет. Ни на что не хочу намекать, но... Мур, Рональда, Гордон. Это должен быть список учителей. Крововая надпись. Написано кровью. Десять ноль ноль. Алхимическая лаборатория. Злата в руке старика и грядущая, скрытая в длани его. Лишь заводу мудрых злата снова он отдаст свое. Намеки сплошные. Написано кровью. Пять ноль ноль. Тьма, что приносит удушливое пекло. Треск пламени, тишину, разрывание. Будет голодного зверя. Времени двери... Времени двери открой. Добычу ему приведи. Не сегодня. Написано кровью все еще. Двенадцать ноль ноль. Место звуков и песен. О да. Серебряный знак голоса скрывают безмолвно. Их пробуди в порядке, как я предписала. Это загадка музыкальная. Здравствуйте. Та самая загадка с пианином, которую многие проклинали. А я взяла и решила без каких-либо проблем. И вообще не поняла, о чем мы такого. Возможно, на этом стриме пойму. О, здрасте. На картине изображена дверь. Не знаю, кто ее нарисовал, но у него явно дурной вкус. Не делай поспешно хва вода в горе. Ой, чатик, зафиксируй, пожалуйста, в мозгу, если у тебя получится. Ну, я верю в тебя. Что картина с этой дверью находится в комнатке за ресепшеном. Не знаю, запишите что-нибудь, сделайте с этим. Это надо, чтобы было. Так, нет, во двор я что-то не хочу. Спасибо. О, сто-сто-сто-сто-сто-сто. А патроны? Что, там были патроны? Ах, патроны. Что-то я их не заметила. Спасибо. Бежим дальше. Не помню, кстати, какая тут кнопка перезаряжаться. Может она к лучшему, потому что мы будем перезаряжаться через инвентарь. Может здесь, нет, здесь, по-моему, была какая-то кнопочка. Ну-ка. Нет. 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 Тоже нет. Нет здесь кнопки. Не, вообще, по-моему, была. Хотя, может он у меня заряжен. Не важно, будем заряжать через инвентарь. Да что ж такое, через двор заставляет меня бежать, ироды. Может я не люблю гулять. А, медпункт здесь еще не протыкано. Медпункт, ох. У кого была медсестричка, которая не внимала вообще никаким доводом вашим заявлениям, что вам плохо? Даже когда вам действительно было плохо. И не отпускала вас домой во время учебы в школе, а? У кого была такая медсестра? Ставьте плюс в чат. О, у тебя, у тебя ноги нет. Ну подумаешь, господи, ну поползешь. Как есть. Ой, у тебя шкаф на голову упал, да? У тебя кровотечение там. У тебя сотрясение восьмидесятой степени, да? Ой, ну подумаешь, господи, сейчас я тебе таблеточку дам. А если вообще медсестры не было в школе? Ну убегаю тогда. Вообще как же звездец. Что значит медсестры нет в школе? Что за фигня такая? Ну как была и сейчас есть. Но тебя-то там уже нет. Смотри прелесть какая. Дверь башни заперта. Стрелки остановились на десяти часах. То бишь нам нужно волхими... Волхимическую загадку! Опять эти детишечки. Плюйся в них. Вообще, кстати, они были зацензурены в какой-то из версий. Я не могу, кстати, сейчас понять, у нас цензурная версия или нет. По-моему, не цензурная. Не цензурная у нас версия. Короче... Или цензурная. Короче... Вот эти ребята с ножами... Они отличаются. Не, по-моему, у нас нет цензурной. Потому что, по-моему, в японской версии как раз-таки... Эти ребята были... Или в какой, господи? Ну, цензура, короче, заключается в том, что эти ребята были заменены... Визуально немножечко других монстров. А где-то были полностью заменены на маленьких таких призраков, бабаек. Которые здесь тоже есть, как бы... Фулл, скажем так, в версии. Но не везде и не всегда. Ну, их, типа, такими сделали, чтобы не было похоже, что тут убиваш детей. Ты в локации школы, здесь какие-то маленькие ребята с ножами. Ну, типа фу-фу-фу. И там меняли. У нас, по-моему, да, у нас, по-моему, не цензурная. Вот эти все. Ну, короче, это... Цензура всегда существовала. Вот что сейчас парит мозги и людям... Тогда тоже, на самом деле, парили. Может быть, и немножечко по-другому. Например, в седьмой финалке... Там тоже один момент хотели сделать, но не стали делать. Потому что там был явный намек на секс между персонажами. Я не буду показывать пальцем. Ну, скажем так, мой true ship. Если вы понимаете. Там была, должна была быть очень четкая ситуация. Ее убрали. С другой стороны добавили другую. Которая не менее четкая, как по мне. Ты ж тварь какая. Да гори, гори! Да господи, пей наскорей. Я почему-то кнопки путаю немножечко. Здесь еще очень важно сперва зажать прицел, а потом выстрел. Потому что, если ты так не сделаешь... Типа не сработает ничего. Так, давай сейчас попробуем перезарядиться. Какой-нибудь отдельной кнопочкой. Подожди, а почему 15? Сколько у меня патронов? Я думала, у меня патронов 15 в сумме, а у меня их 114, когда мы успели. Это, конечно, мне не поможет выжить в этой ситуации. Потому что этих мразей здесь будет довольно много. И мы на них все профукаем. Ну, пойдем на склад. Начнем с него. Печально. Это призрак, по-моему. Угу, да-да-да, вот эти ребята, от которых серились просто очень многие. Потому что... Вот это реально детишечка. Видишь, его убивать нельзя. Вот в зацензуренной версии вот тех вот бабаек иногда заменяли не всегда. Но вот таких вот призраков... А иногда просто на каких-то визуальных прям страшных чуваков... Заклинило. Так, вот в ту сторону нам надо. Да? Ой. Ну вот, часовая башня. Мы ее зафиксировали приемную. Там нам нарисовали, что ничего не понятно. Ну, пойдем. Что ж такое-то? Ящики бы хоть обшманывал, на них даже замков нет. Да господи, это же светы небеса. Каждому нужен друг. Посмотри на это светлое доброе лицо. Бушпритник не верил. Вообще не знаю, что это. Ой, я, кстати, вторую двереженьку не протыкла. Да я и думала, что опять двор-то странно. Надо привыкать к местной камере, потому что... Тебя в ней колбасит так, что... Забываешь уже, в какой стране ты был. В какой стране я тебе не был. Ну, пойдем. Да что ж такое-то? Мы пойдем сегодня? Я хочу получать знания! Хоть раз в жизни обеспечьте мне такое. Тогда, когда я хочу. Да что ж такое-то? Обидно, конечно, да? Когда в детстве в тебя впихивают эти знания. Половина из которых тебе не сильно пригодится. Мучают, ломают тебе психику. Отбивают вообще всякий интерес к учебе. Не всем, конечно, кому-то везет. А потом, когда тебе уже вроде как хочется получить знания, ты уже работаешь, скорее всего. Возможно, на двух работах. И, как бы, да. У тебя уже нет сил. Хорошо, если тебе повезло. И у тебя есть, как бы... Такая более-менее... Сплоченная семья, которая может... КРОМИТЬ тебя одевать, пока ты эти знания получаешь тогда, когда у тебя уже, ну, достаточно... Мозгу в голове. Так, давай. Женский туалет, он проклятый самый. Давай. О, я вспомнила, кстати, одну фишечку с местными туалетами. Надо не забыть. Так, ну, это не сегодня. С удовольствием бы сейчас вернуться в школу. Это ты сейчас говоришь, как взрослый человек? А тогда? Ты сейчас взрослый, я полагаю, работаешь. Поэтому ты хочешь в школу. Чтоб ничего не решать. Чтоб тебя кормили, одевали. И ты просто приходил в школу, а после школы делал домашечку. И, типа, все. И это были бы все твои трудности. Потому что тебе есть с чем сравнить. А тогда? Тебе хотелось вырасти, скорее всего. Съехать куда-нибудь, чтобы тебя никто не трогал. Боже. Чтоб учителя тебе эти мозги не компостировали. Ну, скорее всего. Я предполагаю, что примерно так это было. Работаю, не хочу в школу. И, честно говоря, тоже. Икорный бой! Аааа! Зачем вас так много? Ааа! Ааа! Фирану просто! Не в того стреляешь, Горь! Он не зря, конечно. Много патронов на них улетает. Как все-таки перезаряжаться в этой игре на ходу? Это не то, чтобы очень нужная вещь. Но все-таки есть такая вообще возможность. Может, он стреляет всегда? У него всегда полный боезапас. Это было бы странно. Слушай, а такое ощущение, что да, у него все еще 15. Хотя он точно не перезаряжался. А почему? Что? Откуда 118? Было же 100 часов. А, ну мы подобрали. В кабинете. Окей, ладно, грех заловаться. Попробую трубу. Вообще, да, неплохо бы, потому что, честно говоря, ну расточительно. С другой стороны, они больные. Ты видишь их, да? Ты видишь их? Боже, эти кнопки. Давай попробуем. Может быть, мы как-то приноровимся. Если нет, то и к черту. Мне кажется, я больше хп потрачу, чем я кого-то здесь трубой оприходую. Восполняем потери. Идем дальше. Так, здесь где-то парта должна быть. Ну ладно, не здесь, возможно. В одном из кабинетов должна быть многообещающая парта. Ну, видимо, нет. Понятно, читерим. Слушай, а я не знаю, как это работает так. Типа, блин, у меня не, как сказать, не читерная версия. Может быть, она просто так работала в первом сайленте? Я уже не помню. Посмотри на это доброе, невильное детское лицо. Прям сразу хочется в школу после такого, да? Так, ну вот на тебе мы сейчас все и проверим, давай. Ну да, кстати, слушай. Неплохо, ты знаешь, нормально. Уидеть. Даже лучше, я бы сказала. Не, нормально. Главное, чтобы когда, знаешь, чтобы их не десять штук было. А, да, кстати. Здесь, кстати, по две, по два пятнышка. Типа, мы поменяли текстуры. Так, ну тут вроде ничего. Даже в подносе ничего нет. Вообще нужная нам парта вроде на втором этаже. Вроде как. Так, где мы? Ну, пойдем шелкать туалеты. Что-то вы понимали. Я хотела напугать вас, в итоге я обделалась сама. Мы когда зашли сюда, я хотела издать какой-нибудь звук, знаешь, типа... Мне даже не пришлось просто, знаешь. Мозг, видимо, что-то помнит. Что-то он так, знаешь, припоминает какие-то флешбеки у него имеются. Имеются. Что ты такой быстрый? Почему у вас двое? Да хорррр. Да хорррр. Да вы издеваетесь? Меня щас сожрете. Ээээ. Ладно, раз уж я за... Тихо. Раз уж я зашла сюда. пинай этих выродков они не похожи на женщин как обычно в женском туалете сама дичь мужском кто-то порыдал в женском ну здравствуйте в женском всегда найдется кто-то кто отгрызет тебе лицо понимаешь впрочем жизненно вот тут надо было брать пестик на самом деле интересную стали не ножом там подошел да ты его зря подошла он так долго не туда ты горе воюешь что ты делаешь он так иногда долго думает прежде чем сообразить что ему нужно поднять эту несчастную трубу так тем временем начался эмбин давай еще раз полечимся от греха подальше о тем более надо да вот так лучше так класс музыка уже что ли да ладно не сегодня же нам же еще сперва нужно будет открыть это пианино у меня ключа нет да вот она эта загадка чекай чекай чат смотри написано кровью сказка о безголосых птицах взлетает первым алчный пеликан что жаждет больше всех награды бьет воздух белым он крылом а тихий голубь голубь обогнал его и мимо пеликана пролетел так далеко как только мог а вслед им черный ворон парит он выше голубя чтоб показать что он сильней за ним и белоснежный лебедь себе найдет потише место в соседстве с другой птицей и после всех ленивая ворона садится только лишь взлетев зевнувши мирно засыпает да кто птицам путь определит кто голоса даст безголосым кто больше птиц награды ждет серебряные награды загадочка здравствуйте и вот по вот этой загадке нужно клавиши подобрать чтобы вы понимали это музыкальная загадка в итоге была решена мной без каких-либо умственных потерь психологических но я знаю что в свое время ну то есть я пришла в сайлент хилл знаю что здесь есть какая-то музыкальная загадка которая ломает сознание и в итоге я такая о решилась и и типа все я такая шо все и типа нормально мне было обожаю потрясающе просто кошка была не пережила навстречу с тем что стояла снаружи но мы сейчас выйдем и отомстим мразь ты убила кошечку кусок куска лежи не вставай мы будем помнить тебя так в раздевалке да вопросик хорошо зафиксирован у нас так много там и тить и тить и тить не знаешь че знаешь че знаешь что ты делаешь гарри 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 знаешь я думаю сейчас вот имеет смысл походить немножко все таки с пистолетом тоже патронов у меня вроде как бы дофига а вот лечилок уже не очень поэтому как бы я на пинаю 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 еще один один лысый Давай, Игорь, я потом книгу об этом напишу. Слушай, нет, тебя я бить не буду пока. У меня один вопрос. Это мы обошлись с другой стороны, да? Ага, сейчас мы откроем тогда. Все, живем. Ну, раз уж мы тут. Меня пустят. А че бы нет? О, да. Ну, сейчас оно, естественно, работает не будет. Судя по всему, сломано. Ничего не происходит. Ну, не сейчас. По крайней мере. Да. Бойлерный, да. Здесь ничего не лежит. Жаль. Так. Да. О, камон. Так, ну, дверку-то мы откроем. Ну, мы можем не выходить в коридор через эти двери. Пройти вот здесь, чтобы не натыкаться на того товарища. Мы его, конечно, потом все равно укупнем. Ой, не так, не так. Ну, не сейчас. Ну, да. Гори, как насчет того, чтобы нацевиться и убить. А, там призрак, наверное, да? О, господи, да. Что-то я дернулась. Вроде как бы предполагала, что там призрак, но все равно этот звук. Ну, хорошо. Слушай, а здесь тоже не хочется выходить. Сейчас выйдем прямо в него. Неприятно будет. Такое себе. Ну, так и так и случилось. Подожди. Гагагагагагагагарри, ты что-то и промахиваешься на живопор стоит. Нафиг. Ну, давай потыкаемся в эти двери просто, чтобы на карте они отметились. Потому что, ну, это же так и должно работать. Вот. Го в спортзал, потом вернемся наверх. Ну, ладно. Или не го. Смотри, что он начинает. Господи. Ничего не оставили. Какие-нибудь патроны на парте. Еще что-нибудь. Вольф. Ну, пойдем наверх. Возвращаемся. Там еще двое ребят нас ждут. Пинай, пинай, не думай, пинай. Пинай бездумно. Блин, он вроде... Целится и даже попадает, но... Ну, хрен, там их слишком далеко. А где, где, где? А, нет, все-таки попадало. Попадало, нормально. И что ты думаешь? И что ты не пинаешь? А, там еще один, что ли? Ну, что, отреспаунили, что ли? Что вы такое? Где еще тот один? Что звенит-то? А-а-а. А, призрак. Мне показалось, кстати, что я его видела, но я смотрю, вроде что-то был силуэт, но звука-то не было, думаю. Может, поукузалось. Так, ну, пойдем. Пинай, пока она не встала. Пинай, беги! Не-е-ет, отъедают. Отъедают ягодицы. Здорово, ребята, здорово тем, кто подошел. Здравствуйте, у нас сегодня Silent Hill, который... Не знаю, насколько интересно смотреть на стриме. Учитывая его неспешность. Писк, значит, что в комнате призрака? Ну, это призрак этот писка издает, да. Это значит, что он... Призрак, он безобидный, да. Вроде как, по лору считается, что это души замученных детей или что-то вроде того. Такие же... Ну... Все же знают... Ну, ладно, не все, но многие знают же, да, что, как бы, все вот эти монстры, они имеют, ну, смысл определенный. И это отображение страхов ребенка. Не будем показывать пальцем. Вот. И, соответственно, вроде как считают... Ну, вот эти злые детишечки, это, как бы, олицетворяют они злых маленьких ублюдков, которые есть в каждой школе. А вот эти вот призраки, вроде как, тех, которые, ну, нормальные, но такие же забитые, как и тот ребенок, к кому все эти страхи относятся. Так, по-моему, вот в этой комнате должна быть парта. Своеобразная. Или не, господи, или вообще с другой стороны. Ну, где это должна быть? Ну, не здесь. Что опять? А, это же призрак, да. Слушай, а нет, а с другой стороны... А, там же третий этаж, наверное, еще есть, да? Нет. Подожди, а где тогда? Я профукала, что ли? Говорит, а, не, подожди, это, наверное, немножечко... Ну, здесь, но не совсем здесь. Ну, такое должно быть. Должна быть парта. Сейчас, давай двери прочекаем, чтобы успокоиться. Вот, видишь? Вот он, маленький. Жмется к ногам, бедняга. Мне тоже страшно. Так. Там, по-моему, тоже призрак должен быть, не? Школа-то небольшая. Не самая удобная. А, может быть, не еще, может быть, и нет. Здесь нет полезных для меня книг. Ты писатель! В смысле, нет? Хотите, если здесь одни журналы? Так. Фонд библиотеки, вот там. Библиотека, это библиотека такая маленькая. Хотите, это школа? И здесь куча маленьких вот, я не знаю, спотыкаются. Смотри, маленьких вот этих призраков. Ну, забитые школьники в библиотеке. Я, кстати, не могу сказать, что я была прям забитым школьником. Но очень часто я ныкалась в библиотеке, когда не хотелось вообще никуда идти. Мне нравилась наша библиотека школьная. Там пахло офигенно. Ну, по по-моему, да, причинам. А вот тут не обошлось без одного ублюдка, потому что даже ублюдкам иногда нужна библиотека. Так уж вышло. Призраки-то отличники здесь. Ну, ты знаешь, очень часто совпадают эти две вещи, когда отличники это одни из самых забитых учеников. Не всегда. Но, тем не менее. Ну, откроем, чтобы было. Заодно, чтобы проверить, открывается ли вообще. Это, кстати, довольно полезно протыкивать сразу, чтобы понять, вообще, открываются какие-то двери или нет. Это если ты потом же захочешь щемануть, скажем так, чтобы у тебя была карта в голове. Да, и вот фонский бог не так. Было в голове, открывается он или нет. Всегда хотела геобразный фонарь, как у главного героя, чтобы можно было на шлейку рюкзака цеплять. А мне просто хотелось такой фонарь. Даже несмотря на то, что он мне нафиг не был нужен. Просто потому, что у главных героев хорроров зачастую именно такой. И мне тоже такой хотелось. С другой стороны, кто знает, если ты такой фонарь приобретешь, возможно, ты тоже резко станешь главным героем хоррора. Кто знает. А вот та самая рука. Та самая скульптура старческой руки, которая сжимает золотишко. Медальон. Не желаю его отпускать. Нужна какая-то там вода, чтобы растопить сердце этого мужчины и он отдал тебе. Это прекрасно. Слушай, как символично. Растопить сердце мужчины, чтобы он отдал тебе золото. Мне кажется, очень многие девушки берут... Понимают буквально. Может они... Слушай, может эти женщины играли когда-то в Сан-Хилл-1 и реально восприняли это буквально. У них надломилась психика от игры. Потом им заложили вот такую идею в этот надломившийся мозг. Да не, бред какой-то. Вот и кабанет химии. И даже бумажку. Но это... По-моему, это не полный шимикат. Нужно же, что ли? Это второй, скажем, какой-то вот этот, правильно? Дистиллированная вода. Мне она не нужна. Дистиллированная вода всегда нужна. Дарья, запомни. В хоррорах, в квестах эта вода нужна всегда. Мы можем открыть. Вот это вот, да, бред. Дарья, фонарь, который гнется. Можешь гнуть как хочешь. Но это не то. Дарья, как насчет попадать? Так, где там, что там было? Вряд ли химикат уже можно сразу вот так вот налить. Мы, конечно, попробуем. Вряд ли. Я прям сильно удивлюсь, если оно сработает. Концентрированная соляная кислота. А, не, может и сработает, ты знаешь. Это же когда такое было? Загадка и в соседней комнате разгадка. Не, ну грех жаловаться. Золотой медальон берем. А теперь, если я правильно помню, нам фигачить. Нам фигачить обратно во двор. Едеть, колотить. И вставлять! Это мы прекрасные медальон. В эти замечательные часы. Стример не пропадал корону из листьев? Нет? Меня чем-то смущает это на Веллу, не знаю уж. Ну, правда, проходила я ее не совсем по этой даже причине. Что-то я перебежала немножко. Ну, я думаю, мы в ближайшее время с вами наверстаем, конечно, на Веллу. Ну, много чего, я думаю, в ближайшее время таким образом наверстаем. Вне зависимости от того, хотим мы или нет. Боюсь, выбора у нас не будет. Итак. Ну, вставляй, что? В золото. В золото вставляй. Ты вставил? Нет, здесь только мопис так дает. Дверь башня заперта. Стрелки остановились на 12 часов. Так. Где там был пианино, там? Пианино было на первом этаже. А, нет, на втором. Ой, ну, короче, мы сейчас идем в двор, потом направо. Точнее, налево. Поднимаемся. Мы там разберемся. Золотое солнце, золотое. Дверку нам оно вот-вот откроет. Да хрен там плавал. Не оно. Оно откроет нам пианино. Вражеские морды или пищащие? Пищащие. Черт не в ту сторону побежал. Черт, мне казалось, я в ту побежала. Но нет. Вот. Так. Безголосая птица. Взлетает первым алчный пеликан, что жаждет больше всех наград. Пеликан белый. Первый. Первый белый. Тихий голубь обогнал его и мимо пеликану пролетел так далеко, как только смог. Тоже белый куда-то там прилетел. Вслед им черный ворон, что при этом выше голубя. Соответственно, он черный, и он выше. И он впереди голубя. За ним белоснежный леведь. То есть за черной клавишей белая. Найдет себе потише место в соседстве с другой птицей. Возможно, с голубем. И после всех ленивая ворона. Хотя нет, если полностью, значит, получается, возможно, рядом с вороной. Садится только лишь взлетев, где внуши мирно засыпает. После всех самое последнее черенькое. Кто путь птицам определит? Короче, белая-белая-черная, белая-черная или как-то так. Сейчас будем щелкать. Что бы ты значила? Проверь ра или да? Так. А, ну все понятно тогда с вороной. Ну, короче. Где там был-то? Белый пеликан. Потом вот это. Голубь. Потом кто-то там. Потом вроде лебедь. И потом ворона. Нет. А еще что-то было? Может быть, в обратном, кстати. В обратном этом самом. Белый пеликан. Потом голубь. Потом этот самый. Потом лебедь. Потом... Все! Тебе, я даже не помнила эту загадку. Я просто помнила принцип. Просто нащупываешь безголосых птиц. А там дальше все понятно. Чего люди страдали на этой загадке? Я не знаю. Вот что, тогда не поняла. Ну, сейчас-то понятно, что я... Сейчас я хоть примерно помню принцип. Но я тогда-то вот тоже, как бы, такая... А, окей, ладно. Я ничего не поняла. Ну, смотри. Вот так. Если мне сейчас дадут прочитать. Безголосые птицы. Тебе четко показывают, что у тебя есть клавиши, которые издают звук. И клавиши, которые не издают звук. Соответственно, тебе нужно выбирать... Нажимать те клавиши, которые не издают звук. Нащупать их. Ну, как бы, вот, прошелся по всем. Запомнил, где они находятся. А дальше просто смотри последовательность. Первым взлетел алчный пеликан. Первым. Первая клавиша... Пеликан белый. Белая первая клавиша. По счету идет. Следующее. Тихий голубь обогнал его и пролетел так далеко, как только смог. Голубь, ну, он серенький, как бы, но белые тоже голуби бывают, поэтому он тоже белый. И он где-то очень далеко впереди. Где-то. Ты нащупаешь. У тебя там в самом... Ну, в дальнем конце у тебя две белых. Среди им черный ворон. Что парит он выше голубя. И как бы, вот, он клевый. Он рядом был с голубем. Как раз черная клавиша. Верхняя. Вот это вот. За ним и белоснежный лебедь. Но не буквально за ним. А просто, как бы, за ним взлетел. Но сел он рядом с другой птицей. А там две клавиши белые рядом. Соответственно, рядом с голубем. После всех взлетела там ленивая ворона. Вообще никуда не полетела. Она, соответственно, первая черная там одна из. Все. Все. Понимаешь? Я даже не знаю, нам дадут еще попиликать. Вот, смотри. Нет, не дает уже. Слушай, там что-то где-то выпало. Я даже не заметила, где пока трындела. Серенькая фигня где выпала? Вот на английском в детстве, да, возможно, это может составить проблему. Но там перевести как-нибудь с переводчиком. Я думаю, с горем пополам. Ну, тут я еще могу понять. А вот так? Подобрала, да? Я просто пока трындела. Да, все хорошо. Ну, мы можем идти вставлять еще раз, получается. Я просто некоторые вещи делаю машинально. Не, ой. На английском в детстве, когда там, ну или там в юности. В какой-то глубокой. Не, хотя в юности, блин, уже можно сообразить взять переводчик. Но я могу понять еще, да. Потому что все-таки, если там какая-нибудь вычурная, знаешь, фраза, вот как они здесь, да, перевели еще, постарались. Я не знаю уж, как там в оригинале было. Там еще, может быть, да, не очень удобно. Хотя там можно тупо перебором, знаешь, то, что сперва это что-то белый пеликан, белый. Там потом голубь, он вроде тоже белый. Знаешь, вот так вот чисто. Потом ворона, он черный, и там просто уже перебором. Ну, что там, прям страдали. Причем страдали даже на западных форумах. И насколько, ну, как бы на западе, ребята, там на форумах писали. То, что, о, боже, как сложно. Не знаю. Вот забавно при этом, что я далеко не сразу поняла принцип загадки в том же Black Mirror музыкальной. То есть я ее поняла только после того, как мы ее решили. И то не потому, что там мне написали, как ее решать или еще что-то. А потом я уже вгляделась, и сама до меня дошло, как она решается. Вот прямо именно дошло. Но это было, ну, потом. Но это надо, естественно, делать скидку на стримцы. Потому что на стримцах ты сидишь, ааа, что, ааа, где? Сублюстром играла. Играла когда-то для себя, еще до канала. Так в итоге я не прошла. Какая-то она медленная была слишком для меня. Куда я иду, не туда я иду. Там много музыкальных загадок. Да, вот я что-то такое тоже припоминаю. Это меня отчасти отталкивало, если честно. Они какие-то такие прям были. И логику некоторых я вообще... Я вообще не понимала, о чем мы там ходим и во имя чего. Мне не очень понравилась завязка. И как... Ну, не знаю, какая-то фигня была. Была. Меня как-то не зацепило. В итоге я что-то там устала от этой игры. Отложила ее. И так и не вернулась к ней. Что-то такое было. Вот это я помню. И, в принципе, не жалела после этого, что я ее забросила. Или я застряла на какой-то фигне. Потом ее решила. Потом уткнулась в другую фигню практически моментально. Я такая, да, ну ее в жопу просто. Скорее всего застряла. Не, я там застревала частенько, но я решала эти загадки. Я даже примерно помню, где я остановилась. Я не смогу это описать, но я... Какие-то у меня такие рывки есть, знаешь, шметки воспоминания. Я помню, что я там застряла, потом решила загадку, потом еще тыкалась. И я не помню, после этих тыканий я снова застряла? Или нет? Или я просто забила? Вот. Так, пять. Все очень плохо. Ой, извините, не так вот. Можно купить? Если не нравится. М-м-м, блин, а приемная как раз там. Слушай, а у меня там... Ой, ее укороны. Надо с другой... Да, и с другой стороны. Как раз мне не хочется еще... На крышу, кстати, надо. Неплохо было бы туда подняться, посмотреть вообще, что там. Там там чуть ни разу не сходили. Вообще, нам в любом случае туда надо будет, но я не помню, когда именно. По-моему, потом. Чуть-чуть попозже, после того, как мы разберемся с этими пятью часами. Но мы сходим сейчас. Нет, не сходим. Ну и не надо! Не очень-то и хотелось. Думаю, кстати, сейчас... Разберемся еще. Господи, перь. Я как-то так незаметно для себя спускаюсь в подвал каждый раз. Что ж меня туда так тянет-то? Разберемся с пяти часами и перерывчик сделаем. Так. А где они? Кого? Ой, это ж не то. Что-то меня к этому району притянуло. Я еще и думаю, где они? Мне ж наверх надо. Ой, вниз мне надо. Слушай, я правильно шла, оказывается, все это время. Это ж был первый этаж, а я думаю, почему нет музыки? Там она вторая, вообще-то. Все правильно было. Почему мне показалось, что я в подвал пошла? Кто мне скажет? Там все заблокировано. Вообще, я хочу в приемную попасть, чтобы вспомнить, что там на пять часов было написано, потому что я, честно говоря, не помню. В упор. Маленькие дракашечки. Так, что пишут там на пять часов? Ясно, понятно. Давай возьмем трубу. Ой, ой, как нам плохо-то оказывается. Ну ладно, куснут пару раз, я думаю, там и подлечемся. Ну и куда-то. Не попадаю. Надо посмотреть, сколько он двигается. Что-то такое быстро-то. Ты зря. Я с той стороны. Если бы горит, ты как танк. Да, кстати, картина. Возможно, сейчас уже до нее надо идти. Вообще, вообще нет. Вообще не должно быть сейчас. Хотя. Сейчас мы проверим. Нет. Не, вообще оно должно быть попозже, насколько я помню. Я не помню, ну просто, что там в пять часов-то. Химическая лаборатория. Так, пять часов. Что там? Что на пять часов у вас? Звуки песни. Господи. Ну, как обычно. Все, в последнюю очередь. Пять часов. Тьма, что приносит удушливое пекло. Отресок пламени, тишину разрывая, будет голодного... Времени дверь. Открой, добычу ему приведи. Так, я же уже... Я ж тыкалась в дверь, она не открывалась. Не, ну пойдем в подвал. Ладно, мы может быть... А, может кнопку надо нажать? Может пришло время нажать кнопку? Ну, пойдем, нажмем. Опа, да. Готово. Ну что ж. Видишь, вот тут? Вот тут, вот тут, вот тут все круто. Ничего тут нет хорошего для нас. Пойдемте в часы. Это кранат... Что, закрыто, я знаю. У меня сейчас где-то в горле, само горло, издало звук, знаешь, вот этой очень медленно открывающейся скрипучей двери. Знаешь, вот это... Что-то где-то в горле. Просто ровно такой же звук. Едите. Тело, само тело подставляет. Просто я, кстати, куда иду вообще? Зачем я это делаю? Вот сюда мне надо было в другую дверь. Они так похожи. Че, тя, тя. Пойдем. Открыто. Спускаемся в ад. И тем временем сиренушка. Вот здесь вот, наверное, я где-то и оставлю на самом деле. Сделаем здесь перерывчик, потому что самое время. В следующем году. Помещает о том месте,ạ. Послеuts preguntока. Том, ты конечно Dinara. ab героев. Евгений. Про filling,